В этом уроке речь пойдет о дизайне мобильных приложений. И сегодня я буду вашим учителем по дизайну. Я не научу вас красиво рисовать, но я сформирую у вас общее понятие, как должно быть, а самое главное, как быть не должно. Сегодня весь мир движется в сторону UI-дизайна. Запомните это понятие. UI-дизайн – это User Interface Design. Переводится как дизайн пользовательского интерфейса. UI-дизайн – это красота мобильного приложения. А еще точнее, UI-дизайн – это правильное расположение элементов на экране мобильного телефона. И чтобы вам совсем было понятно, о чем идет речь, существует такое выражение – интуитивно понятный интерфейс. Это когда пользователь смотрит на экран и понимает, что ему нужно нажать. Мы начнем вникать в дизайн постепенно. И чтобы сформировать общее понятие о мобильном интерфейсе, я подготовил для вас несколько наглядных примеров. Чтобы их продемонстрировать, разделим экран на две части. Слева будет отображаться неверный вариант использования дизайна. А справа будет отображаться верное использование дизайна. Итак, сейчас начнется самое интересное. У любого приложения или игры должен быть фон, на котором располагается все остальное. Посмотрите на левый телефон. Что вы здесь видите? Правильно. Вам сразу стало понятно, что здесь изображена школьная доска, исписанная мелом. Но раз вам стало понятно, почему же тогда эта картинка находится в левой части экрана? Там, где дизайн неправильный. И чтобы нам в этом разобраться, давайте добавим на экран кнопку «Начать». Что мы видим сейчас? А видим мы то, что кнопка потерялась. Теперь, когда на экране располагаются два элемента «Фон» и «Кнопка», один элемент начал теряться, и игроку придется поискать кнопку глазами. Фон отвлекает пользователя от кнопки, а кнопка в свою очередь потерялась на фоне. Добавим третий элемент на экран. Пусть это будет картинка поверх фона. Ну а теперь совсем все перемешалось. И первая мысль у человека, который зайдет в такое приложение, будет такая. Что мне с этим всем делать? Для более ясной картины теперь обратим свое внимание на правый телефон. На нем будет отображаться правильное решение. Давайте посмотрим. Что вы здесь видите? Правильно, вы снова видите школьную доску. Только теперь она не исписана мелом, она чистая. Разместим на такой доске точно такую же кнопку. Отлично. Сразу становится понятно, что это кнопка, и ее можно нажать. Добавим третий элемент – картинку поверх фона. И по-прежнему каждый элемент понятен и самостоятелен. Картинка – это картинка, кнопка – это кнопка, фон – это фон. При этом, находясь вместе, эти элементы создают единый понятный интерфейс для управления приложением. И первое правило, которое мы вынесем из этого урока, звучит так. Дизайн должен быть интуитивно понятным. Продолжаем урок. Пример номер два – космический фон. Хотя больше всего это напоминает обои для рабочего стола, а не фон. Ну хорошо, оставим так. А почему? Потому что картинка просто-напросто красивая. А может быть получится выехать на одной красоте. Добавим ту же самую кнопку. И тут возникли сомнения. Вроде бы кнопку видно, а вроде бы она потерялась. Есть неоднозначное чувство. Вообще, при разработке дизайна для приложения, старайтесь избегать такого неоднозначного смешанного ощущения. Пользователя нужно завоевывать первым впечатлением. Он должен видеть и понимать с первого взгляда. Добавим картинку поверх фона. Например, если речь идет о космосе, то, скорее всего, сюда подойдет красивая картинка с планетой. Пробуем. И снова неоднозначные чувства. Есть и космос, и планеты. Но смотреть на это тяжело. Взгляд еще больше рассеивается в поисках кнопки. Посмотрим, как бы это могло быть, если подойти к вопросу со стороны UI-дизайна. Обратите внимание на правый телефон. Космический фон. Неплохой, кстати, фон. И звезды есть. Добавим кнопку. Кнопка не потерялась. Даже нажать хочется. Добавим картинку. Да, это космонавт. Потому что мы должны придерживаться определенной темы. Кстати, а какой интерфейс вам нравится больше? Левый или правый? Напишите в комментариях. Мне будет интересно узнать ваше мнение. А знания, которые мы извлекли из этого примера, звучат так. Не используйте дизайн ради дизайна. Редко получается слепить понятный интерфейс из множества красивых, но не подходящих друг другу элементов. Это как надеть все свои красивые вещи одновременно. Может быть и получится нарядно. Но выглядеть вы будете странно. Вещи, как и элементы, должны сочетаться. Двигаемся дальше. Следующий пример у нас будет связан с природой. Перед вами картинка леса. А по правде говоря, это даже не картинка, а реальное фото лесной опушки. И это фото является фоном для приложения. Добавим кнопку. Так как левая сторона у нас является примером неудачного дизайна, кнопка на этот раз имеет неудачный темный цвет. Вы уже догадываетесь, что я скажу фразу «Кнопка потерялась в траве». А произошло это из-за неподходящего цвета. Теперь добавим картинку. Но если в прошлом примере для фона космоса мы подбирали картинку, близкую к теме космоса, то на этот раз мы подберем такое изображение, которое совсем не подходит по тематике. Например, нарисованный розовый слон. Ужасно, правда? Вообще, при чем здесь слон? В таких лесах слоны не водятся. А если фоном является настоящее фото, тогда почему этот слон не настоящий, а нарисованный? И если такой лес существует, то розовых слонов не бывает. Да и вообще, где теперь кнопка? Почему ее надо искать? Ведь глаза цепляются за розового слона. В этом дизайне вопросов больше, чем ответов. Давайте попробуем сделать правильно. Посмотрим на правую сторону. Тема остается такой же. Природа. Есть и трава, и птицы. Добавим кнопку. И тоже темную. Пока все хорошо. И цвет кнопки подошел идеально. Добавим картинку. Но на этот раз все элементы должны тематически подходить друг к другу. Получилось очень даже неплохо. Теперь извлекаем из этого примера новое правило. Элементы на экране тематически должны подходить друг к другу. И это значит, что вы на правильном пути. Ну как, у вас потихоньку формируется общее понимание о UI-дизайне? Если нет, тогда смотрим дальше. Следующий пример. Подводный мир. Он очень разнообразен. И в этом разнообразии главное не потеряться. Добавим кнопку. Ну вот, потерялись. Кнопка утонула. Может быть, картинка нас спасет. Пусть будет якорь. Ведь тема-то морская. Но картинка неудачная. Да, я специально подбирал неудачную, чтобы вы лучше поняли. Хотя, если прищуриться, то можно простить дизайнера. Но только до тех пор, пока вы не увидите правильное решение. Смотрим на правый телефон. Фон получился очень глубоким, во всех смыслах. Интересно, не потонет ли здесь наша кнопка? Отлично. Кнопка на своем месте. Она и не тонет, и не плавает. Кнопка всячески показывает нам, что она несет в себе одну единственную функцию. На нее нужно нажать. А не искать ее глазами. Добавим картинку. Это ныряльщик. Хотя и без моих пояснений вы это поняли. Получилось так, что фон усиливает картинку, а картинка дополняет фон, чтобы он не был безжизненно пустым. Из-за этого следует следующее правило. Элементы на экране должны взаимодополнять друг друга. Кстати, напишите в комментариях, какой из рассмотренных интерфейсов вам понравился больше. Школьная доска, космос, природа или морская тема. А пока вы пишите свой комментарий, я плавно перейду к следующему примеру. Почему плавно? Потому что при формировании правильного взгляда на дизайн спешить не нужно. Мы, как художники, нарисовал, отошел от картины подальше, посмотрел со стороны и увидел то, что не было видно с близкого расстояния. Некоторые художники рисовали свои картины по нескольку лет. Да и вообще любой творческий человек, будь то писатель или музыкант, трудится над своим детищем годами. Итогом такой длительной работы является шедевр, о котором говорит весь мир. Надеюсь, ваш комментарий написан, потому что слева на экране уже появляется холодная тема. Тема Арктики. Здесь мы видим животных. Сразу скажу, фон неудачный. Животные налеплены друг на друга. И даже сейчас начинается конкуренция за место на экране и за внимание пользователя. На кого смотреть? А еще некоторые звери не помещаются на весь экран и получаются обрубленными. Что негативно сказывается на полноту картины. Добавим кнопку. И цвет у нее будет темно-голубой. Как раз в тему льда. Посмотрите. Мы попробовали следовать теме Арктики и в кнопке использовали холодные цвета. Но неудачно подобранный фон портит восприятие нового элемента. Добавим картинку. Это будет пингвин. Пингвин, который потерялся среди остальных животных. Получился небольшой зоопарк. Только все животные не сидят в клетках по отдельности, а находятся в одной общей куче. Разве такое бывает? Конечно нет. Даже в дикой природе у каждого из них свой ареал обитания. Перейдем к правильному решению. Обратимся к правой стороне. Здесь тоже Арктика. Красивый легкий фон, который так и просит разместить на нем правильно подобранные элементы. Например, кнопку. Цвет такой же, холодный. Только теперь все выглядит очень приятно. А на профессиональном языке можно сказать, что общая картинка получилась чистой. Конкуренции за внимание пользователя нет. Что же будет, если добавить картинку? И пусть будет тоже пингвин. Знаете, на такой интерфейс приятно даже просто смотреть. А если это будет игра, то обязательно хочется посмотреть, что будет дальше. В чем же секрет? Секрет в том, что элементы на экране не должны конкурировать между собой. Что значит конкурировать? Конкурировать значит перетягивать внимание на себя. Здесь элементы не противоречат друг другу. Как вы уже заметили, на уроке мы говорим об одном и том же, просто разными словами. И любое правило можно применить к любому из рассмотренных примеров. Эти правила не противоречат друг другу. Они полностью совместимы. А в конечном итоге у нас постепенно формируется общее представление о дизайне мобильного интерфейса. Согласитесь, смотреть интересно. Знания сами заходят к вам в голову. При этом учиться совсем нетрудно. А это самое важное в уроках. Ученика нужно заинтересовать. Перейдем к следующему примеру. Пример будет мрачный. Речь пойдет о тумане. Кто-то может подумать, мрачный туман значит мрачная кнопка. Ну что ж, попробуем. Действительно, кнопка как в тумане. Найти бы ее с первого раза. Добавим картинку. Только на этот раз это будет не просто изображение. Это будет изображение с текстом. Туман. Сразу скажу, никогда так не делайте. Не используйте изображение с текстом. Потому что при переводе игры на другой язык вам придется перерисовывать картинку. А картинка весит гораздо больше, чем текст. И получается, что для двух языков у вас будет две картинки. А для трех языков три картинки. А сама игра будет занимать много места на телефоне. Уроки, которые вы смотрите на моем канале, созданы для Android Studio. А в Android Studio предусмотрено написание текста, который впоследствии можно переводить на другие языки. При этом картинку перерисовывать не нужно. Будет использоваться одно и то же изображение. Это экономит место на телефоне и упрощает процесс локализации. Локализация на языке разработчиков – это перевод приложения на другие языки. И какое же правило можно извлечь из данного примера? Не используйте картинку с текстом. Тяжело будет локализовать игру. А теперь, не выходя из этого тумана, нырнем в другой туман, но с правой стороны. Только в этот раз он более загадочный. Добавим кнопку. Она темная. И хочу заметить, загадочность на экране не пропала. Подумайте, кто может скрываться в таком туманном лесу? Может быть, сова? Нет, это филин. А разница у них такая. У совы голова ровная. Нет торчащих ушек. А у филина они есть. Теперь поговорим о цветах. Не используйте ядовитые цвета. Используйте небольшое сочетание цветов. А что значит небольшое сочетание цветов? А это значит, не мешайте все краски в одну кучу. Иначе у вас получится винегрет цветов. Для понимания сказанного вернемся к началу. Сейчас я буду выделять основные используемые цвета. Следите очень внимательно. Школьная доска. Школьная доска. Космос. Природа. Подводный мир. Арктика. Туман. Везде используется не больше шести основных цветов. Ну что, примеры закончились. А у вас, как я думаю, сформировалось общее понятие о дизайне мобильного интерфейса. А это значит, что настало время нарисовать фон для меню нашей игры викторины. Это, кстати, ваше первое задание. Сперва поразмыслим. Для меню не хотелось бы использовать какую-то определенную тему. Космос или туман. В этой игре хочется сделать фон без смысловой нагрузки. Чтобы он ничего не обозначал. И ни на что не намекал. И я пришел к такой мысли нарисовать чистое голубое небо. Рисовать картинку будем в программе Adobe Photoshop. Версия программы подойдет любая. Для начала нужно создать рабочую область. Нажимаем файл. Создать. Откроется окно первоначальных настроек. Здесь нас интересуют размеры картинки. Существует такой универсальный размер, который подходит к большинству устройств на Android. Это соотношение сторон 16 на 9. Здесь в окне настроек укажите ширину картинки 480 пикселей. А высоту 854 пикселя. Дальше переходим к имени. Имя должно быть максимально близкое по смыслу картинки. Например, если сейчас мы будем рисовать фон для главного меню игры, то так и надо написать Main, нижнее подчеркивание, Background. Дословно переводится «Главный фон». Окей. Перед вами открылась рабочая область с заданными размерами 16 на 9. Справа на экране находится окно «Слои», в котором можно увидеть единственный слой с названием «Фон». На слое стоит замок, и чтобы его снять, нажмите на нем левой кнопкой мыши два раза. Нажимаем «Ок». Теперь этот слой называется «Слой 0», и его можно редактировать. Для начала картинку нужно залить голубым цветом. Нам понадобится два голубых цвета. Нажимаем на верхний квадрат и выбираем светло-голубой цвет. Нажимаем на нижний квадрат и выбираем тоже голубой цвет, но потемнее. Далее выбираем инструмент «Градиент». Далее выбираем «Линейный градиент». Далее проверьте, чтобы у вас в дополнительных опциях стоял первый вариант градиента. Теперь поставьте курсор мыши за рабочую область. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская кнопку, протяните диагональную линию вниз. И в конце отпустите левую кнопку мыши. У вас получится голубой градиент. Градиент – это переход цвета. В нашем случае наверху голубой цвет светлее, внизу голубой цвет темнее. Теперь добавим облака. Для этого нужно создать новый слой. Нажимаем кнопку «Слои», «Новый», «Слой». Далее «Ок». И у вас в окне слоев появится новый слой с названием «Слой 1». Далее выбираем инструмент «Овальная область». И нарисуйте круг. Сейчас круг не имеет никакого цвета. Это лишь выделение круга. Чтобы круг был ровным, при рисовании удерживайте клавишу «Shift». Далее выбираем инструмент «Заливка». Выбираем белый цвет и заливаем кусочек круга, который попадает на нашу рабочую область. Теперь выделение нужно убрать. Для этого нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Ctrl D». Проделываем такую же операцию еще раз на том же самом слое с названием «Слой 1». Выбираем инструмент «Овальная область». Рисуем круг, заливаем его белым цветом, снимаем выделение клавишами «Ctrl D». И еще раз. Рисуем круг, заливаем белым цветом, снимаем выделение. И чтобы совсем было похоже на облака, делаем это еще раз в самом углу. Круг, заливаем белым, снимаем выделение. Далее выбираем инструмент «Перемещение». И передвинем облако повыше. Вы также можете сделать это стрелками вверх-вниз на клавиатуре. Далее добавим теней нашим облакам. На слой 1 нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем параметры наложения. Откроется окно «Стиль слоя». Поставьте галочку «Тень». Размер 6, смещение 3, угол тени 142 градуса. Ок. Теперь добавим немного шума нашей картинки. Для этого выделите слой 0, далее фильтр, далее шум, добавить шум. В открывшемся окне выставите такие параметры. Эффект 4, распределение равномерное. То же самое проделаем на слой 1. Фильтр, шум, добавить шум. Ок. Теперь сохраним наш фон. Нажмите «Файл», «Сохранить для веб». В открывшемся окне выбираем формат JPIG. Почему именно его? Потому что он меньше весит. Нажимаем «Сохранить». И здесь у вас на компьютере должна быть создана папка, в которой вы будете хранить материалы для игры. У меня такая папка называется «Викторина». В ней находится еще одна папка «Меню». И раз я рисовал фон для меню, то я сохраню его именно в папку «Меню». Проверьте имя файла. Main, нижнее подчеркивание, background.jpg. Сохранить. Теперь нам надо нарисовать картинку, которая будет располагаться поверх фона. Она должна быть как-то связана по смыслу с викториной. Например, это может быть удивленный мальчик, который от удивления даже открыл рот. Нажимаем «Файл», «Создать». Имя картинки. Main, нижнее подчеркивание. «Amg», нижнее подчеркивание. «Boy». То есть по смыслу это название звучит так. Изображение мальчика на главном экране. Далее размеры. Ширина 424 пикселя. Высота 424 пикселя. Ок. На слой «Фон» нажмем на замок два раза и разблокируем его. Разблокированный слой теперь называется слой 0. Далее создаем новый слой и даем ему название слой 1. Теперь на этом слое вам нужно самостоятельно нарисовать удивленного мальчика. У меня получилась вот такая картинка. Как вы видите, картинка круглая, но у нее белые углы. И чтобы эти углы убрать, нужно удалить слой 0, потому что он с белой заливкой. Вот посмотрите, если нажать на глаз, то слой станет скрытым, и на картинке пропадут белые углы. Нажимаем на слой 0 правой кнопкой мыши и выбираем «Удалить слой». Да. Все. Сохраним наше изображение. Файл. Сохранить для веб. В открывшемся окне выбираем формат. PNG. Почему PNG? Потому что если в картинке есть прозрачные места, а у нас это углы, то формат должен быть только PNG. Нажимаем «Сохранить». Так как эта картинка была сделана для меню, сохраняем ее в папку «Меню». Проверьте имя и нажмите «Сохранить». Закроем рабочий проект. Зайдем в папку «Меню» и видим здесь наше нарисованное изображение. А в следующем уроке мы приступим к созданию самого меню для нашей игры. Оно будет выглядеть вот так. Жду вас в следующем уроке. Подпишись, чтобы не пропустить. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok